добрый вечер друзья и мы подошли к такой красивой части нашего фестиваля у нас будет замечательные гости и ее зовут перуква и я думаю для даже перуква не нуждается в таком большом какому-то представление потому что многие из вас слышали ее песни и и пение и голос это волшебная удивительная женщина с волшебным голосом она сама родом из австралии и многие уже были на ее концертах и на концерте в крокус сити холли на таком большом событии и многие участвовали в ее семинарах и сегодня я очень рад что перуква с нами и я приглашаю перуква к нам в эфир и пока перуква сейчас подсоединяется к нам сейчас мы подождем чуть чуть-чуть чуть-чуть а 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 то мы немножко подождем медитативно используя предыдущие 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 практики которые в течение пяти дней от 12 замечательных спикеров получали можем смотреть за своими ощущениями пока техническое идет подключение там много очень техники потому что мы попросили перуквы конечно же спеть для нас и может быть даже и вместе с нами потому что были такие запросы так iran и так мы мы и мы с оборотом отключиться в и в на и и в и Да, Перукова, ты меня можешь видеть? Да, мы можем видеть тебя и слышать. А ну, hear me. Меня слышно? Да, да, слышно. Отлично, отлично, тогда начинаем. Отлично. Мы готовы. Мы готовы. Мы очень рады видеть тебя, Перукова, с нами. Я очень рада видеть тебя. Да, я тоже. Спасибо за субтитры. У нас сегодня заключительная сессия с тобой на этом фестивале. И мы попросили наших участников написать вопросы и отобрали два вопроса для тебя. Отлично, I'm here for you. Да, я здесь, конечно, для вас. И я начну со второго вопроса. Он такой практический. Его задала Оксана. Дорогая Перукова, поделитесь, пожалуйста, какой-нибудь простой распевкой на каждый день, но в то же время с сакральным смыслом, чтобы петь и чувствовать красоту своего голоса, наслаждаться звучанием. Спасибо большое. Еще я хотел сказать, что уже несколько лет ваше внутреннее сияние, Перукова, служит мне маяком и ориентиром на то качество жизни, к которому хочется стремиться. Благодарю вас с любовью. У меня на сайте в разделе курсы есть такой курс, он называется «Локальная йога». Мы, естественно, сейчас не будем делать всю эту практику, но если Оксана попросила, то мы сделаем какой-нибудь фрагмент. И я думаю, что это будет красиво, чтобы мы все вместе соединены через эту вибрацию, потому что мы сидим в своих домах. Поэтому давайте создадим единственное поле вместе. И единственный способ, как это мы можем сделать сейчас, это почувствовать связь со своим телом и со своим внутренним миром, потому что там внутри мы все соединены. И для того, чтобы делать это, давайте sing Ом вместе. И для того, чтобы мы все вместе со своим внутренним миром, чтобы мы все вместе со своим внутренним миром. И для того, чтобы мы это сделали, положите правую ладошку на сердце. И для того, чтобы если мыgang с мужчиной в лице по нижней jego ладошку, на Hispanic'анты по нижней ese ou Med registers. И для того, чтобы мы там дышим, что он говорит,inas «бог» на котором. И для того, чтобы мы footage со своим внутренним разгрузчиком. У мужчины там «хара», у женщины там «матка». And the vibration is OM. Breathing in. OM 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 Is your rest? OM 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 I can't see it. Are you there? Герман, вы с нами? Натуль, включи меня. Герман с нами. Да, я здесь, сейчас звук сработает. Отлично, мы хорошо вас слышим. Хорошо, и я тогда второй вопрос задаю. Да, задавай. Сейчас, секунду, справлюсь с техническими. И второй вопрос такой, что в нашей такой необычной ситуации современной очень много новой информации приходит, разных переживаний, разных мнений мы слышим из телевизора, из интернета. Как во всем этом таком многообразии мнений и разного шума такого информационного уметь продолжать слышать голос своего сердца. Я думаю, Герман, очень важно здесь такую вещь понять, если делать ежедневную практику, чтобы раскрывать свой сердце. Я обязательно сделаю сегодня с участием нашего фестиваля Весна, такую практику раскрытийся. Это моя авторская практика. Я разработала много-много лет назад, и она позволяет вернуться в чувства и голос. Я думаю, что очень важно понимать, что сейчас в то время, когда нужно иметь очень хороший фильтр, и научиться отделять зерна от плевел, потому что независимость от того, это средство массовой информации, интернет, все завалено, и порой непонятно чем. Я думаю, что это требует огромной дисциплины в этом времени, чтобы только использовать ваш компьютер, чтобы пользоваться компьютером или мобильным телефоном, чтобы общаться с людьми, которые вы любите, практиковать какие-то вещи и работать. Если вам нужна какая-то конкретная информация, то я советую вам просто пользоваться Яндексом или Гуглом и интересоваться только этими конкретными вопросами, которые для вас важны, и даже практическими, даже тем, кто в том числе продается в гарантии или что-то еще. Потому что можно спокойно провести часы, два, три часа в день, залипая в этих разных СМИ, инстаграм или медиа, все, которые нагнетают либо страх, либо иллюзию победы. It could be that you do it just five minutes, and then the next hour you do it another five minutes, and the next hour you do another five minutes, and the next hour you do another five minutes, and before you know it, you've got this seed of fear going in through your body. Потому что если вы не можете фильтровать эту информацию, то вы думаете, ой, я только пять минут полистаю, пять минут полистаю, потом вы листаете больше часа, и всё ваше биополе заполнено энергией страха и напряжения и стресса. И я скажу больше того, Герман, что работа с информацией – это важный элемент, но также очень важно научиться работать со своей жизнью, потому что наша жизнь, она, по сути, тоже некий информационный поток. Я вижу, сейчас есть четыре стратегии, как мы можем себя вести, и это вот я хочу донести до людей. Сейчас, Герман, just a minute. I want to ask Драгослав to translate louder. People ask to translate. Хорошо, я буду говорить громче. Вот так хорошо. Всё. No, I have to speak louder. Can you come and just stand near the microphone? Хорошо, я буду говорить громче. Да, я сейчас подойду просто с другой стороны. You don't need to be louder speaking, you just don't need to be closer, because I can hear you. Is that better? Yes, that's perfect. That's better. It's perfect. Спасибо. Да, отлично. Отлично. Do you want to ask another question, Герман, or shall we continue on this thought I was just having? Но просто было бы... Мы просили, чтобы все... Само намерение фестиваля, чтобы помочь всем нам сонастроиться и настроиться на что-то позитивное, на что-то созидательное. И каждый из ведущих, он поделился какими-то разными своими открытиями, которые он сделал в жизни, которые ему помогают быть таким созидательным в своей жизни, ясным сознанием, соединенности с сердцем. И я знаю, что... Я слышал твои разные интервью, и знаю, что разные испытания в жизни ты тоже проходила. И вот такое пожелание, чтобы ты поделилась какими-то подсказками, что тебе помогает, что бы могло помогать другим людям. What helps you to help other people? Do my free course. Well, Герман, I am in a state of meditation every morning for one hour. Ну, Герман, я думаю, что я медитирую как минимум час в день последние 35 лет. За исключением того периода времени, когда я была успешной джазовикой. Я скажу тебе так, что то, что сейчас происходит на планете, это некий разлом нашего представления о так называемой реальности. 25 лет назад, 26 лет назад, для меня это случилось намного раньше, чем сейчас. Для всех. 27 лет назад мое представление о реальности напрочь разбилось в щепки. Я оставила свою успешную карьеру, я оставила свою страну, я оставила свой успех, я оставила все, что у меня было. Все, что ты называла словом «жизнь», я все это оставила в прошлом, 27 лет назад. Я перелезала в США, последовав за своим учителем, который впоследствии стал моим мужем. Он был потомственный коренно-американский индейец, психолог, шаман и солдат спецназа. Прибавший во Вьетнаме три сезона. Как это? Две сезона. Не знаю, там три с чего. До ближайшего населенного пункта было 300 миль, такого, до ближайшего города было 300 миль. И я не знала никого, это высокогорная пустыня на самом юге США. Ты можешь себе представить, что мой сдвиг представления реальности был радикальным. Все, что я думал, что я был, все, что я знал о жизни, все, что мне казалось безопасным или стабильным в жизни. Все исчезло. Просто в тот момент, когда я вышел из самолета, в этот момент это все перестало существовать. Трансформация была намного жестче, чем то, что мы сейчас видим. И мой муж, который впоследствии стал моим мужем, тот вот мужчина. Его память, это очень древняя память, которая по шаманской традиции знаний передается из поколения в поколение, поэтому он помнил все, что было на земле за последние 100 тысяч лет. Поэтому его появление в моей жизни полностью разрушило то, что я называла словом «реальность». И он сказал мне тогда, что все, что ты думаешь о мире, это абсолютно нереально. Это не имеет ничего общего с реальностью. Потому что это как тонкий лед, под которым озеро Байкал глубиной 2 километра. И следующее 11 лет, это было невероятное путешествие по жизни и одновременно исследование тем, о которых сейчас даже не все говорят, даже самые смелые конспирологи. Мы исследуем древнюю историю, кто есть кто в космической иерархии, кто есть кто в иерархии богов, инопланетях. Какие перемены на земле гряду, какие свидетельства тому же оставят, какие знаки нам идут, как людям от разных источников. И, ты знаешь, я просто поняла, что жизнь настолько многомерна, что пытаться ее как-то померить каким-то единым машинам, но это очень наивно. И мы как-то в том, что я проживала, вот это перерождение 27 лет назад, мир немножечко столкнулся с этим сейчас. Where many people, the fabric of their normal life, I used to wear. German. Hello. German. Да, я слышу, я слышу, сейчас будет видео. Хорошо, ну продолжаем. Поэтому многие из нас сейчас в самом-самом начале этого путина, потому что нам кажется, что мы идем в мир неизведанного, потому что то, что сейчас происходит в мире, оно не имеет смысла, оно абсолютно бессмысленно. И, соответственно, начинают появляться такие разломы информационные, в которые просачивается очень-очень необычная информация. Поэтому для каждого из нас очень важно быть готовым к этим переменам, а не просто пытаться сказать, что в свете они растворятся. Они не растворятся, давайте на свете. Я вижу, что сейчас у каждого человека есть, ну, четыре основных модели поведения. И вам нужно выбрать свою стратегию, вам нужно выбрать свой маршрут в этой жизни. Я бы сказал так, есть первый маршрут. Это мишка в берлоге. Эта стратегия очень понятна. Многим вы находитесь сейчас дома вообще в изоляции. Вы понимаете, что все, что вам говорят, возможно, не совсем соответствует действительности. Что ценности, за которые вы держались до этого, в этом мире, они начинают растворяться. С которыми вы боролись или в которые вы верили. Все они начинают постепенно давать какие-то трещины, если вы будете внимательны. Они начинают разламываться. Все эти ценности и все эти мир убеждения начинают разрушаться. Поэтому очень важно так защититься. Что очень важно для медвежонка в берлоге, помимо того, что он защитился, он может сосать лапу и питаться, и кушать через это. Потому что когда ты идешь внутрь себя, когда ты идешь в свой внутренний мир, когда ты снижаешь коммуникацию с миром внешним, это стратегия снижения информационного обмена в ближайшем мире, потому что это стоит очень много энергии, очень много денег. Возможно, надо свернуть свой бизнес или какие-то обязательства, или какие-то планы, или работу, или что-то еще, возможно, вы потеряли работу. И начать смотреть на то, что в жизни на самом деле очень важно, хорошая еда, чтобы дом и комфортно, чтобы это место было комфортно. Своей семьей или я один хожу. И я должна напитывать себя чем-то очень важным, новым знанием, новыми навыками. Потому что, скорее всего, очень вероятно, что ваша предыдущая жизнь, она не служила вам. А сейчас настала у вас, появилась возможность начать напитывать себя чем-то, то, что действительно для вас. И поэтому интернет, это в нашем случае большой помощник. Потому что я могу понять, какие у меня таланты, какие таланты мне нужно развить, какие знания мне нужно получить, какое образование. Потому что у медвежонка в берлоге есть очень большой актив, это очень хорошее состояние, на самом деле. Потому что если отсоединиться от внешнего мира, который не служил нам, я не имею в виду всего. У медвежонка есть время. Это очень ценный ресурс сейчас. Потому что если мы себя лишаем сейчас времени, мы лишаем себя очень большого ресурса. Поэтому вот есть такая, знаешь, стратегия прожигания жизни, прожигания времени. Вот сейчас она самая худшая. Поэтому если мы принимаем стратегию такого медвежонка в берлоге, мы начинаем взращивать себя, напитывать себя. Того себя, на которого мы не обращали внимания в последние годы, пополняя просто функции в современном мире. Может быть, у вас в семье, допустим, какие-то были проблемы, и сейчас самое время обратиться на эти проблемы в семье. Понять, как отношения могут углубиться с вашим любимым человеком, с вашими детьми. То есть нужно это время использовать для напитывания, наполнения себя и некой настоящей изоляции. Не физической, да, а энергетической, чтобы наполниться. Вторая стратегия. Я бы сказала, это птичка, которая вырвалась из клетки. И она полетела на свободу. Я думаю, что она подходит для людей, которые много работали, много делали всего в этой жизни. В бизнесе. В работе над собой. Или и в бизнесе, и в работе над собой. И был накоплен большой багаж. И сейчас, когда вот эта клетка лопнула, сейчас, когда представление реальности, вот эти наши убеждения, которые нас сдерживали, они лопнули, открылось между прутьями этой клетки, зазоры, туда можно вылететь, и можно максимально начать инвестировать в этот полет. Как раз прожигая ресурсы, потому что нам нужно взлететь. Потому что этот человек, эта птица, которая вырвалась из клетки, она видит туда, где ясно взорвать, то, что я должна сейчас, что мне нужно инвестировать, что мне нужно развить, что мне нужно продвигать, куда мне нужно лететь, куда мне нужно ехать. Или никуда не нужно ехать, если у человека карантинный сейчас. Что делать онлайн. То есть это момент активного расширения, это не пассивное ожидание, как у Мишки, с наполнением знаниями. Это очень активное, прям, настало мое время. Вот если кто-то помнит, как выглядел Советский Союз в 91-м году, то для многих это тот момент. И я могу сказать так, что я думаю, что те люди, которые выберут эту стратегию, они должны быть на этом пути уже достаточно долго. Потому что до этого они хоть и обладали знаниями, талантами и навыками, они не до конца понимали, как двигаться и куда двигаться. То есть сейчас это понимание становится более ясным, и вместе с этой ясностью нужна активность. Это очень важно, активность здесь важна. Третья стратегия Я ее называю стратегией овечки. И овечки Потому что очень много людей на планете сейчас в состоянии овечки. Все страшно, все ужасно, кругом нас окружают опасности, и нужно всему верить. Самое главное верить всему и принимать все за чувство монет. Потому что если мне так говорят, значит так правильно, это соответствует правилам, нормам и моралям поведения, я такой... Мой работодатель, мое правительство, мое кто угодно, мэр, там все, в общем, моя семья, моя мама, обо мне позаботятся. Я должна думать, можно меньше, и следовать всему, что мне говорят. Я искренне надеюсь, что в нашем эфире таких людей немного, потому что таким людям очень сложно оказать любую поддержку. Поэтому мы сейчас разбирать эту стратегию не будем, достаточно посмотреть вокруг и увидеть, что случится с этими людьми. Четвертая стратегия, она очень интересна. Сейчас, одну секунду. Можно попросить, чтобы последовательно перевод был, почему-то там наложение звука идет в эфире, если вы получите так, последовательно. Хорошо. Хорошо. Да, такое бывает иногда. Хорошо. И четвертая стратегия, это такая стратегия героя-конспиролога, героя теории заговоров. И это стратегия человека, который вдруг осознал, что в мире все не так линейно, как казалось. И эти люди сейчас оседлали своих жеребцов и скачут голопом. Я спасу мир, потому что я знаю, что происходит на самом деле. Или, ты знаешь, что происходит на самом деле. И, естественно, они пытаются со всеми определиться, знаешь ли ты, что на самом деле происходит, ну, про все там. Начинают с големудских элит, пиццегейт, все-все-все-все-все. И эти люди сами, как губка, впитывают все различные теории нелинейной реальности, назовем так, да, то есть так называемые теории заговора, да, всевозможные. И пытаются в них как-то разобраться и выстроить единую логическую линию. Я не скажу, что это плохая стратегия. Но у меня есть эта логушка. Потому что нужно бдить. Потому что очень легко, получив доступ к определенной информации, непроверенность зачастую, стать таким экстремистом и концентрологическим экстремистом. Потому что чем больше вы начнете погружаться в эти информационные потоки. Вы, возможно, обратите внимание на то, что на самом деле всем этим историям тысячи и тысячи лет. Таких разных историй, поскольку разных измерений и разных слоев реальности много, то и самих историй, самих различных теорий очень много. И помимо того, что среди этого есть большая доля правды, среди этого процентов девяносто это фейнг. Я погружалась в эту норку 11 лет, исследуя все аспекты подобных теорий. Я могу сказать, что если вы туда будете направлять всю свою энергию, то вам самим мало чего останется. Потому что вы начнете отдавать всю свою энергию на борьбу или на некую, самой этой теории заговора. Знаете, куда мы направляем внимание, куда идет наша энергия. Поэтому, я скажу так, вне зависимости от того, какой модели и какой стратегии мы будем придерживаться, есть один ключ, который поможет нам пройти через все испытания. Это прямое переживание чувства любви в своем сердце и в своем теле. Не теория, не то, о чем слагают песни, а прямое проживание этого момента. Потому что, среди всем огромным знаниям, которые я несу, со всем тем невероятным опытом, которые я прожила, и всеми десятками тысяч людей, с которыми я поработала. Это может звучать как клише, но поскольку я придумал это по карте, который помогает людям. Нет силы сильнее, чем силы любви. И если вы думаете об этом, как о концепции, вы читаете об этом в книжках или на сатсангах, вы не сможете жить из этого состояния, и тогда это останется просто хорошей, красивой идеей. Но если вместо того, чтобы тратить время на концепции, вы начнете делать практику, которая помогает вам раскрыть ваше сердце, ваше поле любви, то вы обнаружите, что любовь — это самая большая сила на Земле и во всей Вселенной. И когда мы настраиваемся с этой силой любви, с этим поле любви, это интеллигенция, и тогда нам раскрывается некий внутренний голос, так называемый голос сердца, который не говорит ни по-русски, ни по-английски, он на другом языке вещает. Голос нашей души, который станет проводником нашим в такие времена перемен, в который мы только входим. Мы сейчас в самом-самом начале. И я не наивная женщина, которая скажет вам, что любовь и свет — это ответ на все вопросы. Но вместе с тем любовь — это очень хороший фильтр, который позволяет нам отличить настоящее от большого. И когда мы снастроены с любовью, мы знаем, как двигаться в этом мире, какие решения принимать и какие задачи выполнять. Если мы снимем из себя оковы страха, стресса и тревоги, то мы можем направить эту энергетику на культивацию вот этой энергии любви в своем теле. So shall we go in and start exploring this practice? Я разработала ее много лет назад, и она доказала свою успешность на всех континентах практически. Okay, I think now it's time to do this, what you want to show the practice for us. And I will switch on my camera, and you will now only you and all our participants. Oh, wow, amazing. Прекрасно. Okay, very good. I'm having a show. So, we are going to do a practice that looks like this. I want you to see it with your eyes first, so that you can see my hands are all open, and then they are coming back. Then we'll make a connection again and opening again. Мы сделаем вот эту практику. This is what the practice looks like. Эту практику я разработала очень давно, и она очень хорошо работает. У вас у всех получится. It really looks so simple. Она выглядит очень просто, но на самом деле поведет вас в удивительное, удивительное место. And it is so simple. Да. Потому что она очень просто выглядит. But there is a magnificent key here. Дело не в том, как она выглядит, а в том, как она ощущается внутри. And this is the key, that we have to cultivate. И вот мы почувствуем эту связь. And that is to understand, that we exist in a big field of energy. Мы живём в таком энергетическом поле. That we are vibration. Что помимо того, что мы являемся 3D-фигурой, у нас ещё есть некая внутренняя вибрация, такая частота, на которой вибрирует наша душа, резонирует наша душа. And maybe if you bring your first finger and thumb together, возможно, вы когда-то чувствовали нечто подобное, соединяя большие почки с указанием, если вы обращали внимание на то, что там происходит, как есть пульс. And if you cannot, don't worry, I will take you into a deeper practice. Мы пойдём вместе сейчас в практику, в которой мы почувствуем связь со своим энергетическим полем. Now, if we understand that we have a life channel flowing from the roots all the way up through the center of the body and up to the crown and to the saw, that's flowing all around us up through this life channel. да, такое определённое биополе, вращающееся вокруг нас, вращающий тор. And we want to make the connection to that vibration of the body. And we, естественно, хотим почувствовать связь с этим вибрационным полем. Let me say open the heart. We don't mean the physical heart. We don't mean the physical heart. We mean the energetic heart, which is right in the center of the chest. And just above the heart center, right, вот здесь находится очень интересный орган и привычную жизнь. It's the thymus gland. Да, так называемый, ещё или его называют тимус. And this is our gland of will. Тимус отвечает за нашу силу воли. It governs our immune system. За наш иммунитет. It governs our sense of I choose to be here. Я выбираю быть здесь. Вот за такое ощущение. И также отвечает за наше счастье, за то, что мы счастливы. That's why they are so closely connected these two. И наш тимус и наше сердце очень близко друг к другу доходят. So when we are opening up, we're not just opening the physical heart. 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 The energy of the heart is flying like this. We're not just opening the physical heart. And the more sensitive we get, we'll find that it's actually so big, it's so wide. And if we это сделаем, мы обнаружим, что у нас огромное поле. Наше поле, оно просто очень большое. Но в практике мы не хотим такую теорию большого взрыва прожить. Такой самый большой организм на плане. Мы сейчас не стремимся прожить. Мы наоборот. Мы пытаемся обратить внимание на самые незначительные ощущения. Мы looking for this fine sensation. такие тонкие, едва уловимые ощущения. And that's how to bring our mental energy down from the mind and into the sensitivity of the body through this fine sensation. So let's begin. Now you can close your eyes. You don't need to watch anymore. So let's take a breath in. And put your hands in front of the heart in that devastation. Breathing in and let the throat go. ослаблено. Челюсть опущена. Дог ви дог. Big belly breath. Let go of the tension in the throat. Expanding that deep belly breath. Let's rub the hands together in front of the heart. Generating this heat, this life force. Чувствуем, как побуждается тепло в ладонях. Breathing into the belly. Мы дышим в самый низ живота и активно трем ладоней. Не поглаживая, но именно трем. Bringing your whole attention into the hands and into the breath. На ладонях, на дыхании. Ладони горячие, становятся еще горячее. And stop. Feeling the hands lightly touching. как ладони едва касаются друг друга. Feeling a small tingling sensation. Легкое ощущение в ладонях. Пульс, покалывание. A pulse, maybe. Тепло. Once. наши ладони едва касаются друг друга. And at the same time, as you feel this sensation, I want you to roll your eyes back in your head. And notice that there is light. It's a fabric, a moving fabric of light. And the eyes relax deeper back. And notice that that light is happening in blackness. And if we look even deeper, we notice that this light is happening in the darkness. And this blackness is our home, is our inner cosmos. It's like a darkness of the inner cosmos, in which we are now and in which we are and in which we are and where we return to. Every day, every night. Let's rub those hands together. Let's rub those hands together. And stop. And stop. Feeling that small tingling sensation. and beginning to feel the pulse. Pulse, 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 pulse. Looking into this space inside and slowly open the pons apart. But keeping all the tension and the sensation. Throat open. Mouth open. Hands beginning to open. Ten centimeters. As you can see, сначала на 10 сантиметров. Then чуть больше. Медленно, без усилий. Мы позволяем ладоням раскрываться. Breast with blood. Мы продолжаем для шага глубоко. И ладони постепенно раскрываются до уровня груди без усилий. просто следуя за расширением энергией. Keeping all awareness in the sensation and the fingers and the palms now into your heart center as well. Letting go of the throat. Let the eyes relax back looking into that fabric of light and darkness. Slowly begin to bring the hands together again. Letting the body be breathing. Feeling that attraction between the left and the right. This heat as they draw closer and closer. To almost touching. Coming into union. Rear the heat as they touch the pulse. Sovereign myself deep inside to meet myself. To meet my own vibration. Letting go of control. Letting go of the mind. Bringing the hands together, rubbing the hands together one more time. Breathing deeper. Let go of the throat. This fire of consciousness growing between the hands. As I bring myself in, stop to meet this vibration. Almost touching. Feeling the hands. A small sensation. Feeling in the hands as they open wide. Now. Wide. Feeling in the heart. Head. Feeling in the heart. Feeling the position between the hands start to open. Looking into the space, into this light. Into this darkness. В этот свет, в темноту, в сиянии. Шире и шире раскрываются ладони. Еще шире на уровне плечей. Чувствую ощущение присутствия в ладони, в кончиках пальцев. Позволяя себе раскрыться еще шире ладони, уже шире. И я чувствую отклик в своем сердце. Который ладони в центре грузии, это легкий пульс, словно расширение поля. Словно не бойся, начинает раскрываться в моем сердце. Открывая любой контроль, чтобы не раскрываться еще шире. Вайдер. И wider. Шире. Feeling the sensation in the palms, in the heart. Вайдер. 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 Продолжение следует... Амммм... Сложно... Начинают привести руки обратно к другу... Обращаясь за ощущение в ладони в кончиках пальцев... Сложно видеть из глазами... Эта ткань жизни, плетённая из узоров света... В отверстие. Продолжение следует... Сложно... 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 Аммм... Раскрывайся... Даже когда ладони движутся на встречу друг к другу, потому что они руководствуют притяжением мужской и женской личности. Правая и верная мужская личность. И именно эта связь активирует любовь моего сердца и моего тела. Другая и ближе ладони, готовый сексовый союз. Идинное поле любви. Чувствую свою сексу. Чувствую пространство между ладони, когда не уже очень почувствую себя в голове. Когда они готовы слиться в едино. Ах. Coming into union. И сливаясь в едино. Hands touching. Ладони начинают соприкасаться одни с другом. Yelling in the heart as I give myself to this unified love. Ах. 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 Аху... Ах. 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 Провять. Добавляйте субтитры. 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 Скажи, хороший ли уровень музыки? Музыки не слышно вообще. Музыки нет. Добавляйте субтитры. 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 Да, она говорит, конечно, спасибо большое, что вы позвали меня в такой чудесный проект. И мы очень рады, что так красиво у нас заканчивается наш последний день этого фестиваля. И на такой ноте мы сможем все знания, которые получили, очень красиво, чтобы они расцветали в наших сердцах. Спасибо, Перухи. Благодарю вас, Герман. Счастливо. Счастливо. Пока-пока. Счастливо. Ну, друзья, я думаю, что это такая очаровательная встреча такая с Перухой. Она будет очень красивым завершением нашего фестиваля. И в самом конце мы сделаем, давайте, короткую медитацию, чтобы ассимилировать все, что было нам дано, что легло на наше сердце. И чтобы дальше это все расцветало в нас. И я перед этой короткой медитацией хотел бы очень... Каждый из замечательных ведущих так искренне от своего сердца делился своим опытом и давал разные подсказки, которые он открыл в своей жизни. И каждый из ведущих благодарил меня, что я их пригласил на фестиваль. И я бы хотел воспользоваться такой возможностью поблагодарить каждого из них, что они пришли. Потому что это реально было очень спонтанное решение и просто такая ситуация, что все оказались дома и не очень понятно, что происходит и как делать. И чтобы в этой ситуации мы не теряли себя. И я предложил эту идею, и каждый из тех, кто сегодня проводил, в эти дни проводил занятия, они откликнулись с первого же раза. И это настолько были тронуты идеи этого нашего фестиваля. Я очень благодарен каждому из них. Благодарен всем, кто организовывал, кто помогал организовывать этот фестиваль переводчикам, которые очень старались, которым очень нравится все, что здесь происходит. И это чувствуется, когда они переводят, когда они помогают, что им хорошо от этого. И я благодарен каждому из вас, кто принял участие, кто услышал этот такой свой зов в сердце и пришел. Потому что от нас зависит то, что будет вокруг нас происходить. И то, что будет происходить с нашими близкими, с нашими дорогими нашему сердцу людьми. От того, что внутри тебя, это очень много будет зависеть и для тебя, и для окружения твоего. И напитавшись знаниями, мудростью, любовью, ты начинаешь открывать это в себе, этот источник. Все больше и больше, все легче тебе он открывается. И чем больше у тебя этой радости внутри, тем легче всем с тобой, и они наполняются этой радостью. И когда мы собрались все вместе здесь, в таком поле, в таком едином интересе, глубоком к этому внутреннему сиянию и мудрости, то это становится большой силой, которая помогает гармонично развиваться дальше каждому из нас, несмотря на любые ситуации, которые будут возникать в нашей жизни. И давайте сделаем такую короткую медитацию, заключение. И мы садимся удобно. Можно закрыть глаза, сделать глубокий вдох, очень глубокий выдох. И мы вначале прикасаемся просто к ощущениям, где-то в центре груди. Эти ощущения тепла или тишины, или некого мерцания, или сияния. И просто как бы тепло нашего внимания мы чувствуем к себе. И всё наше тело начинает заполняться сиянием этой тишины, благостью этой любви. Всё тело заполняется, все наши ощущения, мысли заполняются этим золотым сиянием. И мы представляем, что это тишина, это гармония, это сияние любви заполняет всю комнату, где ты сидишь, дом, где ты сейчас находишься, всё пространство расширяется. Это сияние заполняет весь район, весь город, всю страну, всю землю, весь мир. Всё сияет. Всё сияет этой тишиной любви. В этом внутреннем удивительном пространстве свободы всё, что бы ты ни желал, начинает легко исполняться. И мы вначале желаем этому миру, желаем прямо из этого сияния мира, которым заполнен весь мир, мы желаем этому сияющему миру гармонии, здоровья, красоты. И мы желаем всем людям на земле взаимопонимания, внимания, любви. и мы желаем близким нашим людям. Мы их можем представлять, кто дорог нашему сердцу. И мы желаем им здоровья, мы желаем им много сил, много интереса к жизни, готовности действовать, проходить через всё, через эту игру жизни. И быть вместе, и быть внимательными, помогать друг другу. Это так здорово, так красиво. И мы можем пожелать себе и, в первую очередь, соединённости с этим источником внутри себя, с этим сиянием, с этой тишиной, с этой разумностью, с этой любовью. из этой любви мы можем пожелать то, что мы так хотим сейчас, что нам больше всего нужно сейчас. И теперь мы пожелаем, особое пожелание сделаем для всех участников этого фестиваля, которые здесь, вместе сейчас с нами, создавали это поле внимания, поле открытия, инсайтов, поле любви. Мы пожелаем им, чтобы все их желания исполнялись, чтобы связь со своим сердцем, со своим, с этой радостью бытия у них становилась всё более очевидной и доступ к ним был всё время открыт, к этой нескончаемой силе любви бытия, радости бытия. и мы можем пожелать, чтобы такие фестивали продолжались, чтобы замечательные, реализованные мастера, замечательные, очень интересные ведущие, очень красивые, очень красивые музыканты, певцы, вливались в этот красивый такой процесс, чтобы мы вместе творили дальше наше будущее, нашу радость. и мы желаем всему миру этого гармонии, счастья и любви. И чувствуя это сияние в своём сердце, и оставаясь внимательным к этому трогательному, очень нежному чувству внутри нас, мы можем вдыхать своё сердце глубоко и плавно открывать глаза. мне очень хорошо было все эти дни вместе с вами, вместе с нашими ведущими. Я очень всем благодарен и надеюсь, что до скорых встреч. Пусть всё, что вы услышали здесь, то, что вы испытали, помогает вам. Пробуйте, применяйте. И мы будем делиться информацией в чате, который у нас есть, и мы будем продолжать какие-то организовывать семинары и готовить новый большой фестиваль. Спасибо всем. Всем счастья. Субтитры Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»